Ой, девчонки, будет вам сегодня счастье! Ну, наверное, не в ординарном, а в двойном, в тройном, в десятерном размере! Прямо сейчас вечерний эфир на теле, радиоканале Страна ФМ продолжается. И сегодня у нас потрясающий гость, прошу любить и жаловать, собственной персоной, Дмитрий Нагиев! Привет, 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 привет! А, кстати, здесь два Дмитрия Нагиева, давай представимся, всё-таки я-то не Дмитрий... Подожди, ты не похож! Не верю! Нет! Итак, ещё раз, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Дмитрий Нагиев! Дмитрий, здравствуйте! И все смотрят, и все смотрят это видео... Да, да, и все замерли в этот момент! Нет, на самом деле, друзья, всем понятно, что я Майк Войс, я просто пересел как-то побыть в лучах славы. На самом деле, никакой не Дмитрий Нагиев, я даже не претендую на сегодня иванган. Просто, чтобы вы вот пощутили, что на самом деле это очень-очень нелегко быть официальным дублером... Я правильно называю это? Двойником, двойником! Двойником Дмитрия Нагиева. Но плюс ко всему прочему... Двойником Дмитрия Нагиева. Плюс ивангант, это, конечно же, успешный и ведущий, и шоумен, и актер, правильно я говорю? Все верно? Ну, конечно. Или, может быть, еще какие-то ипостаси вашей детальности? Мы пропустились сегодня, Иван. Как начинающий певец, ну, я как больше читаю, чем пою, но в ноты попадаю. О, это круто. А мы, кстати, сегодня проверим, насколько хорошо ты попадаешь в ноты. Но все-таки хотелось бы немножечко заострить вот на, наверное, самом-то твоем таком главном образе. Ты действительно официальный двойник Дмитрия Нагиева, да? А ты можешь разговаривать голосом его? Пару фраз могу, да. А можешь нас с Мишкой представить, что, типа, дорогие друзья, наши зрители-слушатели, сегодня в эфире Маша Новая и Майк Войс. Вот именно голосом Дмитрия Нагиева. Ну, реально Майк Войс. Реально Майк Войс. Реально Майк Войс. Настоящий, тот самый. Майк Войс без балла. Неофициальный его двойник, а настоящий Майк Войс. Я просто настоящего не видел, не знаю. Вот откуда. Миш, хорошая шуточка. Я запишу, я в свой блокнот шуток. Да, да, Маша Новая и настоящий Майк Войс. Да, ну давай попробуем. Ой, нам было бы приятно. Нас еще никогда Дмитрий Нагиев не являл. А, ну это ж не первый канал, да? Да нет, конечно, можешь импровизировать. Даже если не похож, получится, мы тебя засчитаем. Так, на какую камеру работаем? На меня, можешь на меня говорить, да. Так, дорогие друзья, у нас прямой эфир. Страна ФМ, Маша Новая, Майк Войс, Иван Гант. Смотрите в прямом эфире. Поехали. Вау, и слушайте. Вот ты понимаешь, Маша, в чем разница между Иваном Гантом и просто парнем, который нацепил кожаны и очки, понимаешь, и побрил голову. Миш, тебе еще работать и работать над произношением, над харизмой, понимаешь? Мало просто голову побрить, нужно же как-то внутри еще что-то иметь. Внутри побрить тоже нужно. О, вот эти шуточки за 300 давайте оставим на сегодня. А вот, кстати, Вань, смотри, мы в вечернем эфире всегда говорим о том, как научиться справляться со всеми жизненными трудностями, как относиться к жизни с юмором. Есть у тебя, или, может быть, ты его взял, Дмитрий Нагилович, какой-то лайфхак, секрет? Поделись нашими, пожалуйста, слушателями и зрителями. Я считаю, что каждая трудность – это последующая ступень прыгнуть выше. О, это ты классно сказал. Прямо как пост для Инстаграма. То есть нет проблем, есть задачи. Есть задачи, которые надо решать, поэтапно, постепенно двигаясь вперед. Вот и все, никаких проблем нет. Конечно. Ну, а в твоей карьере были какие-нибудь трудности? Или так все легко? А, здрасте, Дмитрий, да, все прекрасно. Я рад и счастлив. Были, может, какие-то препятствия, но это повод становиться на ступень выше. О, круто. А как вы познакомились, кстати, с Дмитрием Нагиловичем? Все, на самом деле, очень просто. 2014 год, это команда КВН «Мурманск». Собственно, там впервые мы пересеклись. Он был в жюри? Он был в жюри, я был на сцене и, собственно... А ты его пародировал на сцене? Или ты был в своем образе? Ну, я не произнес ни слова, но при этом зал смеялся. Круто, интересно. А в чем был смысл этого номера, не помнишь сейчас уже? Рассказывали о жизни Алексея Куропатова. Как он путешествовал, как у него было много женщин, больше, чем у Дмитрия. Ну, знаете, можно успеть, как сказать, хочется успеть как можно больше. Пока никто не обнаружил, что это не Дмитрий. Интересный подход. А вот интересно, кстати, тебе помогает твой образ, не знаю, при знакомстве с девушками? Сразу ли они соглашаются на первое свидание? Ладно, давай так. Или приходится немножечко потрудиться? Ну, скажем так, у меня не особо много времени ходить по свиданиям. Но если я желаю с кем-то встретиться, в принципе, с первого раза встречаемся. Ну, они сразу узнают Дмитрия Нагиева? Или же они все-таки больше с Иваном знакомятся? Если я включаю образ, то они, в принципе, воспринимают как Дмитрия. Серьезно? Особенно вот в очочках, реально. Вот один в один, друзья. Можно и без очочков. Действительно, можно и без очочков. Я даже сижу сбоку, я полностью согласен. То есть ты видишь ванфас, а я вижу в профиль, все сходится. Со всех сторон мы сегодня Ваню рассмотрим, поэтому, Вань, готовься. Сегодня, друзья мои, будет очень интересно, насыщенный эфир. Скажи, а когда, в каком возрасте ты вообще понял, что вот в тебе живет еще один человек? И что, ну, действительно, есть явные исходства. Во мне он не живет. Не живет в тебе, Дмитрий? Это, наверное, к счастью. На самом деле, все просто как-то знакомые, просто мимо проходящие люди говорили, о, Нагиев, Нагиев. Ну, я сначала не придавал значения, потом все-таки думаю, Дмитрий Нагиев зарабатывает, почему я не могу на этом зарабатывать? Зачем переплачивать Дмитрию, если можно недоплачивать мне? Я запомню, вот это золотые слова. Хорошая заготовочка, кстати, да. Ну что ж, дорогие наши друзья, давайте сейчас совершенно ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я знаю, Вань, ты еще и поешь. Вот как раз-таки сейчас в паузе покажешь нам все свои и вокальные дарования, окей? И сегодня мы, естественно, поговорим еще про ту песню, которую ты записал, которую ты уже выпустил. Вот, а прямо сейчас, друзья, под бодрые ритмы продолжаем танцевать, подпевать. И после музыкальной паузы обязательно возвращайтесь. У нас сегодня Иванган. Останайтесь с нами. А наш вечер с Иваном Гантом, с Машей Новой, ну, конечно, с Майком Войсом, уже с Майком, ну, Войсом на своем законном месте продолжается. Мы остановились на чем? На дискотеке! Эх, с Машей все лишь бы дискотеком. Подожди, ну мы на музыке действительно остановились. Да, я ее хотел продолжить. Да, ну, продолжим. А вот у меня вопрос. Я-то готовился, я все читал. Мне было так интересно, что, Иван, ты учился в консерватории. Было дело, да, учился, но, скажем так, учился на первом курсе, до второго не дошел. Почему? У тебя это стало скучно! Это было слово отчисление? Нет. А как? Это было слово «я ухаживаю». А, и все? Да. То есть это было именно расставление приоритетов или? Да, да, да. В пользу чего? Ну, скажем так, корпоративы были только 8 марта, 14 февраля. На степуху сильно не протянешь. Поэтому я решил, кстати, смазать лыжи и ехать в Москву. И во сколько это лет случилось? Вот в 14-м году я приехал, сразу попал в высшую лигу КВН и все. И все закрутилось, завертелось. Вань, ну и как встретила тебя Москва? Ну, действительно, ты можешь сказать, что она прямо приняла тебя с распростертыми объятиями? Или действительно было тяжело, надо было там кому-то что-то доказывать, этим дядькам, продюсерам и так далее? Доказывать никому ничего не пришлось. Я просто приехал, как я себе представлял, вот как будет. Так и произошло. А ты, то есть у тебя была какая-то идеальная картина мира, да? Ну, я ехал в Москву, и я мечтал сниматься с самыми популярными актерами России, побывать, как сказать, на площадке. То есть все, что я представлял, все так и происходит. Маш, ты знаешь, мне кажется, у Ивана не мечты вот эти были какие-то розовые, а просто Иван настолько был крепкий мужчина, что был просто готов ко всему. Вот если бы по-другому сложилось, Иван, ну по-другому, значит, бы ты к этому пришел. Вот и все. Главное идти поступательно и добиваться своих целей. Я считаю, нужно заниматься любимым делом, а если еще за это оплатят, то вообще за ничего. Шикарно. Да. Ну хорошо, а какой фильм или сериал, что вот, какой твой самый первый проект был, вот может быть, которым ты гордишься? Не обязательно первый, в котором ты принял участие, а вот прям хорошая, достойная работа. Ну, достойная работа, мне кажется, это, скорее всего, мой клип «Сделай мне мне капучино». Да. Я его сам режиссировал, сценарий сам от и до, музыка, все сам. Но был режиссер на площадке, но в основном все функции режиссера выполнял я. Ага. То есть я показал ракурсы, как, что снимать. Иван, я видел эти ракурсы. Там был ты не один в клипе, мне очень понравились ракурсы. Ты знаешь, там было, что снимать и показывать. Действительно. Я старался как мог. Именно поэтому мы не покажем сегодня его в эфире, да? Но, дорогие зрители, кто уже заинтересовался, вы обязательно можете посмотреть. Зайти, кстати, на официальную страничку, Ваня. Да, Иван Гант, можно и в Инстаграме, у тебя есть и сайт. То есть, в принципе, можно в любых пабликах найти и посмотреть обязательно. Ну, а скажи, для тех, кто, может быть, сейчас едет за рулем и хочет как-то вот услышать, о чем эта работа, о чем этот клип, о чем эта песня? «Сделай мне мне капучино». Это о любви, о дружбе, о, не знаю, об отношениях или... Песня, мне кажется, все-таки о каком-то молодом человеке, который, как сказать, мечтал о каких-то богатствах. О тебе, то есть? Ну, в принципе, да. Про себя немножечко песня, да? Что там скрывать, да. Так, мечтал и... И написал песню про капучино. Ну, там скрытый смысл, если вы заметили, если вы смотрели. У меня непонятно только одно место в клипе. Написано «конец первой части». Ждать вторую часть? Да. А может быть, даже третью? А может быть, это семь частей, как «Звездные войны». Да, да, вторая часть будет, но вторая часть уже будет трек. Я, наверное, не скажу, потому что эту фразу сейчас заберут и уйдешь. Вань, скажешь нам во время музыкальной паузы на ушках, хорошо? А наши, дорогие зрители и слушатели, будут сейчас петь и танцевать. И ждите вторую часть. Да, заинтригованы? Вернемся к вам скоро. Ой, дорогие наши зрители и слушатели, а мы сегодня жужжу-жужжим, говорим о юморе, говорим о творчестве вместе с официальным двойником Дмитрия Нагиева. Да, прошу любить и жаловать, дорогие друзья. Плюс еще участник высшей лиги КВН, артист театра и кино Иван Гант сегодня вместе с нами. Ну вот мы, собственно, в прошлом выходе уже затронули тему твоего клипа, твоей первой так творческой работы. Расскажи поподробнее, были ли какие-нибудь интересные случаи, ситуации во время съемок? Во время съемок с Дмитрием или на моих съемках? Нет, на твоих съемках. Подожди, давай вот съемки с Дмитрием чуть-чуть попозже отложим. Обязательно. Во время съемок твоего первого клипа. Ну просто на съемках с Дмитрием было поинтереснее. Поинтереснее? Тогда давай не будем тратить времени. Рассказывай. Вы снимались в одном фильме «Одной левой». «Одной левой», да. Это тот фильм, который с Полиной Гариной и Дмитрием Нагиевым. Да, все знают. Скажем так, там были постельные сцены. Снимался не Дмитрий, снимался я. А, вот оно что. Там были сцены в душе, в ринге, в кровати. Получается... С Полиной Гагариной? На секундочку. Нет, с моделями. А-а. Дорогие друзья. С Полиной Гагариной были сцены у Дмитрия. А-а. Все-таки он не доверил это, да? Да, и получается, между некоторыми сценами приходилось делать перерыв. Говорю, ребят, надо немного остыть. Или давайте снимем другое кино. Параллельно, да? Еще одну роль. Ну, мне кажется, вот после этого услышанного все наши дорогие зрители и слушатели обязательно должны пересмотреть этот фильм и заострить внимание именно на этих сценах, о которых ты говоришь. Ну, а скажи, как вообще, в принципе, сниматься и работать в кадре с Дмитрием Нагиевым? Потому что у него, конечно, гигантский послужной список, опыт и так далее. Что-нибудь он тебе говорил? Какие-то наставления? Как происходит ваше общение? В основном это как стебные шуточки в мой адрес. Ну, человек, допустим, шел всю жизнь, я его в какой-то мере понимаю, всю жизнь шел к славе, а тут пришел просто похожий и собирает практически те же сливки. Ну, практически. Ну, мне кажется, в принципе, ему и так достаточно и внимания, и денег, что... Ну, я его в какой-то мере понимаю, если бы у меня было так же, и кто-то пришел, похожий на меня, и... Ну, типа меня-то тоже пришел бы так и... Да, вот. Мне кажется, ну как, в какой-то мере есть какая-то неприязнь. Неприязнь. Ну, в принципе, как стебет, говорит, ну что, сделайте карьеру. Ну вот, он же человек с юмором, поэтому, мне кажется, он как раз-таки мог поддержать тебя. Был даже случай, вот сцену раз пять проходили со мной, потом позвали его, я ему показал, как сделать, ну, как, что нужно сделать. Он прошел сцену после меня, подходит, говорит, ну что, как, я тебя не опозорил? И такое бывает. Да. А скажи, а что касается каких-то вот рискованных сцен, это все-таки кто делает? Ты или он? Каких-то каскадерных может еще? Ну, некоторые сцены делал я, некоторые каскадеры. А-а. Ну, в зависимости от проекта. Вот последний проект был «Кухня. Последняя битва». Там были сцены на лошади, скакал, падал, это, в принципе, моя сцена. О-о-о. Слушай, то есть... Владеер верховой ездой. Понятно. А ты говоришь... Могу без седла ездить. О-о-о, это круто. А ты где учился? Все просто. У меня друг полицейский, он в конной полиции, а там мы, как сказать, периодически... А там этому учат, Мария. А там этому очень учат. Нет, он мне пару раз показал, объяснил. Мы буквально неделю отдыхали, ну, там, получается, загон большой для лошадей был, и их там периодически посылали дежурить. И он меня пригласил, говорит, приезжай, здесь есть кони, лошади, девочки. Почему это совместят? В выходные удались, да. Я не понимаю. И поехал там, собственно, научился, и вот в жизни пригодилось. Вань, ну, слушай, о других твоих скрытых дарованиях, талантах мы, конечно же, поговорим сразу же после небольшой музыкальной паузы. Поэтому, дорогие друзья, если вы только что подключились, то я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях Иван Гант, официальный звоник Дмитрия Нагиева. Скоро вернемся. Ну, а мы тусим здесь, естественно, вечер четверга таким мужским коллективом и Маш Новая. Да, да, друзья. Я заново всех представлю. Конечно же, Иван Гант – это прежде всего тот человек, ради которого мы сегодня здесь и собрались в этой студии. Конечно же, Майк Войс, конечно, Маш Новая. Маш Новая нам приготовила, как всегда, что-то, что она любит нам готовить, о чем я никогда не знаю. Это какие-то активности, какие-то игры. Морковка приготовила вам. Да, а что же, что же. Нет, друзья, не из кулинарной рубрики. Да, мы с вами пришли. Да, давайте сейчас устроим, так как, собственно, Иван Гант является официальным двойником Дмитрия Нагиева. Мишанин сегодня тоже подготовился. Я неофициальный двойник Ивана Ганта. Да, 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 ты третий. Давайте устроим настоящий такой батл Нагиевых. Попробуем. А что делать тогда, Маш? Надо встать для начала. Так, мы встали. Давайте, как на ринге, вы вставаете оппоненты друг напротив друга. Сейчас должен пойти трэш-токс какой-то, да? Ну, естественно, да. Собственно, Дмитрий Нагиев постоянно ведет всевозможные мероприятия, всевозможные телевизионные шоу. У него очень богатый лексикон, разнообразный и так далее. Он может сразу же шутку к любому слову, рифму к любому слову и так далее. Вот, собственно, рифме... Да, что не было, я очки, можно наделать сразу. Именно рифме сейчас и будет посвящен следующий конкурс. Давай, давай, давай. Ребята, я сейчас буду вам задавать слово, которое так или иначе связано с Дмитрием Нагиевым. И вы по очереди должны будете назвать рифму к этому слову. Кто замедлился и начал думать хоть три секунды, все, это сразу же проигрыш. А мы должны друг друга обливать, как в батле, нет? Ну, если хочешь, это все превратите, пречитайте. Мне за это платят здесь, все нормально, можно. Нет, давайте просто слово, поехали, рифма с тебя, с тебя, с тебя. Ну, если 16+, у нас все слова без тех четырех корней. Так, да, пожалуйста, да, да, да. Не запикивают, нет? Не, 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 блин. Если только я буду так, а-а, ну лучше без этого, лучше все это в себя. Это новый трек, да. А-а, а-а, а-а. Голос. Итак, прошу, Иван. Волос. Отлично. Голос мой гораздо лучше, чем на голове твой волос. Нет, Миш, нужно просто одно слово в рифму. Другое, не волос, что-то другое. А, не голос, а-а, волос, а-а, долос. Долорес. Долорес. Ну, ладно, имена, ну, имена, конечно, не считаются. Ну, ладно, окей. Был волос, была Долорес. Аполос. Чего это такое? Я не знаю. Аполос. Давай реальное, подожди, ну, куча слов, ну. Волос, колос. Колос прекрасно работает, и поехали дальше. Так, так, что еще может быть? Золос. А я могу быть золосом? Зулусом нет, могу золосом не быть. Вы сегодня вместе тут на ринге. На ринге. Что вы делаете? Батлимся. А по-другому на эту же букву. Соревнуемся, батлимся, волос. Бо-ре-мся. Молодец, хорошо, боролась. Боролась. Кололась. Прекрасно. Запоролась, как я сейчас. Отпоролась. Это что значит? Друзья, это одно коренное слово, практически похожее. И все. Вань, ты замедлился. Давай. Да как это? Ну, ничего. Моё слово не засчитали. Вы поняли, как это работает. Я понял, да. Да, это была разминка, дорогие друзья. Да, кто только что к нам присоединился. Ё-ё-ё, я готов. У нас здесь батл на гиевых. Кто круче, кто интереснее, кто остро... Да я прыгал так и так. Я сегодня дома и вам в гостях. Поехали. Итак, следующее слово связано. Давайте с нашим сегодняшним эфиром. Оно так и звучит. Эфир. Миш, начинаешь ты. Кефир. Хорошо. Мефир. Нет такого слова. Давайте реальное слово. Чефир. Чефир есть. Отлично. Так, кефир, чефир. Зефир. Зефир. Класс. Вместе с мясом подают. Господи Иисусе, что? С мясом, что? Что с мясом продают? Ну или с рыбой. Ну рядом на тарелке лежит там всякое. Соус. Соус. Ну в рифму к слову эфир. Кефир. Принесите мне мясо и... Что, гречки? Гречки, гречки принесите. Гречка. Гарнир! Гарнир! Давай я тебе, давай я тебе отдаю гарнир. Да, отдаешь гарнир. Гарнир и что ты мне еще? Еще куча всего. А, гарнир. Ты приходишь есть где? Где? В ресторан, в кафе. А по-другому еще может быть. В харчевню, в кабак. Да, именно, да. Харчевня в рифму кефира, да, друзья. Окей, трактир есть еще такое слово. Ну, Миш, ну извини, извини, но ты в этом раунде проигрываешь. Давай еще, давай еще. Мы только разошлись. Счет 1-1. Итак, следующее слово «шоу-биз». Время пошло, Иван начинает. Зашибиз. Окей, давайте. Так, шоу-биз, зашибиз. Шоу-биз. Зашибись. Крутись. Крутись, хорошо. Кстати, она крутится все время у стойки. Кто это? Стриптизер. Слово? Шоу-биз. Не подсказывай, шоу-биз. И вот она. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Отвлекает, на фонду. Она отвлекает. Все, я молчу, друзья. Когда вокруг пилона. То, что называется 6, в округ пилона, это что? Да. Стрей. Мги. Ага. Точно. Но стрингем на ней, она стриптизерша и делает, показывает. Стрей. Шоу-биз. Стриптиз. Давай, шоу-биз. Дальше. Слово. Стриптиз. Да, с тебя еще. Шоу-биз. Так, так. А реально сложно, да? Вообще, надо на ИС что-то. Ну, ИС. Еще две буквы добавь. ЛАФИС. ЛАФИС, отлично. Да он победил. Тебе два еще, подожди. Еще два, теперь два. Так, стриптиз, шоу-биз. Я тебе хочу сделать сюрприз. Конечно. И еще одно, подожди, сюрприз. И еще одно. И вот наш гость сегодня заберет свой Главный приз. Да. И штора висит на... Карниз! Вот я и вырвался вперед, дорогие друзья. Вы подготовились, я не готов. Я вообще первый раз вижу. Первый слышит. Окей, у меня есть еще... О, следующее слово классное. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Начинает Иван, окей? Или дадим ему? Давай, давай. Не туши ван. Все, слово бицуха. Погнали. Бицуха, борцуха. Хорошо. Братуха можно? Можно. Братуха. Братуха. Половина уха. Уха. Наваристая уха. Ну нет, бицуха. А ухами, это просто ударение другое. Ну, в рипу же должно быть. Бицуха. Братуха. Сеструха. А что нет? Сеструха вполне, да, может быть. Я тебе сейчас как дам, и это будет? Тихо. Нет, Ваня, давай. Как плевать, как плевать. Как плевать, но и... Плевуха. А плевуха. А плевуха. Отлично, давай. Так, борцуха, да, у нас борцуха? Да, да, да. Бицуха. Бицуха вообще так. Сивуха. Бицуха. Сивуха, да. Сивуха. Бицуха. Я же не зажжу. Полетела такая мерзкая. Муха. Да, отлично, Миша, давай. Поцикатуха. Цикатуха супер. Вот красавчик. Представляешь, подыграл ему, да? Бицуха. Вот прям кулачком. Вот это прям помог. Ну и сегодня так. А стрекозуха заходит? Стрекозуха. Заходит, вот тебе можно. Маша, я готов сдаться. А, ну ладно, есть еще классное слово. Старуха и показуха. Это не ко мне. Выбирай другое. Вань, все по-честному, именно поэтому ты официальный, а я нет. Да. Но я хочу стать официальным твоим. Если будут вакансии, скажи мне, я готов, недорого беру, как ты любишь говорить. Друзья, это была легендарная битва на Киевах. Вообще дорого, но не так дорого, как у на Киева. Ну и хорошо, друзья. Ваня победил, правильно? Ваня, я тебя поздравляю. Ты официальный. Друзья, мы совсем скоро вернемся. Не переключайтесь. Дорогие друзья, после нашего батла, все живы, здоровы, все на своих местах уже сидят. Конечно же, Иван победил, но кто еще мог победить? Неужели я? Я все равно останусь на следующий час, а Иван как победитель уйдет в закат. Но перед тем, как это произойдет, Маша, мы хотели бы поговорить о чем? Ну, конечно, о самом актуальном, о том, что сейчас происходит в творческой жизни Ивана. Ну, собственно, понятно, что ты являешься двойником Нагиева и так далее, но планируешь ли ты, может быть, какое-то сольное плавание уже не в привязке к известному телеведущему? А чтобы именно мир узнал о тебе как о самостоятельной единице? Ну, просто план завоевания мира какой-то может быть. На самом деле, я параллельно веду, как сказать, пытаюсь стать сольным артистом. Был трек «Сделай мне капучино», сейчас работаем над треком. Ну, давай назовем, нет, ну почему? Если медленно, если медленно назвать, то можно. Э-на-ми-на-не-ми-на-на-это. Окей. Ладно, даже так не получается, друзья, хорошо. Да, действительно, лучше не рисковать. Лучше не рисковать. О чем эта работа? И, получается, ну, это летняя песня. Сейчас в студии, как сказать, пытаемся соединить текст и музыку. То есть все есть, нужно осталось собрать только в кучу. И после того, как выйдет песня, снимаем клип. Вань, когда все это соберется? Нас же интересует, когда можно будет лицезреть. Я планирую это конец мая, начало июня. Это буквально вот. То есть уже все, будет готова работа? Скоро. Практически, да. Окей, в твоих, значит, официальных пабликах можно посмотреть это. На экраны, может быть, что-нибудь выйдет с твоим участием. Может быть, это реклама, сериалы, фильмы, что? В ближайшее время с моим участием, к сожалению, пока нет. С Дмитрием вот в сентябре можно посмотреть фильм «Непрощенный». Очень крутой фильм. В сентябре, друзья, уже можно покупать билеты. На кинофестивале показывали. Кстати, мне повезло, что я попал на кинофестиваль. И уже успел получить удовольствие от просмотра фильма. На протяжении всего фильма просто прочувствуешь героя и через себя это все пропускаешь. То есть местами прямо аж цепляет. Круто, Вань. Мы желаем тебе, конечно же, удачи. Можешь вот прям коротко, какое-то напутствие всем нашим зрителям и слушателям, которые сейчас нас и смотрят, и слушают. Как добиваться? Как научиться добиваться своих целей? Ребят, в любом деле, чего бы вы не хотели достигать, главное это действовать. Действовать, друзья. Вот именно на этом слой мы и попрощаемся. Действуем. У нас сегодня в гостях был Иван Ганн. Спасибо огромное. Официальный двойник Дмитрия Нагиева. Продолжай действовать. Продолжение следует...